Всем привет! Вы на канале Гитара Просто, где мы говорим на простом языке про этот замечательный инструмент. Меня зовут Сергей Кружков. Суть такая. Суть вот в этом ролике. Способ определить, профессионально ли педагог по гитаре вам достался. Почему-то я словил очень дикий хейт, такие нотки тонкие, струны души мои зацепили. Давайте поясню за этот ролик. Небольшой такой, ликбез. Почему так нужно? Почему этот приём именно палит профессионала от непрофессионала? Всё банально и просто. Наши руки, так и сложилось, да, исторически, созданы для того, чтобы схватить. Но ни в коем случае не отпускать. Нам схватить легче, чем отпустить. И следовательно, когда мы отрываем пальчики далеко от грифа, рефлекс разгибателя включаем, рука начинает зажиматься. Следовательно, мы на самом деле, как профессионалы, мы не отрываем пальчики от грифа, мы их просто расслабляем. А чаще всего их просто не нужно трогать, не нужно тревожить. Давайте посмотрим вот этот маленький отрывочек, взятый из ТикТока. Ничего против автора не имею, но давайте обратим внимание, какими пальцами и каким образом она играет. Она, во-первых, пропускает лады, что, в принципе, недопустимо на классике. Только в сложных случаях, если аккорды какие-то сложно, надо зажать, это да. Плюс на акустике тоже в каких-то моментах можно так делать. Но целенаправленно, когда здесь чувствуется, что чисто позиция обыгрывается, мы никогда не будем пропускать лад. Да, она, во-первых, пропускает лад, еще поднимает пальцы, что уже звоночек такой. О отсутствии технической базы. Давайте вот на таком простом примере сейчас покажу, и вы, надеюсь, все поймете. У нас Токийский гуль, мелодическая линия. Что получилось? Что мы можем увидеть? Я разбрасывал пальчики. Ну-ка, давайте теперь я сыграю с точки зрения человека, который вот сидит такой диванный критик. Я могу и сыграть технично Токийский гуль. Чаще всего... Ко мне приходят именно такие вот ученики, которые хотят подняться в технике, и мы исправляем эти движения за счет упражнений. Ставьте лайк, кстати, если вы себя узнали вот в этих движениях, что вы играете так же. Это можно исправить, это нужно исправлять, над этим нужно просто работать. Все это делается, ну, за счет технических, конечно, элементов. Не нужно вот эти культяпки свои разбрасывать. Мы говорим только про основы. Исключение — это другой вопрос. Основы — это позиционная игра. А позиция мерится указательным пальцем, и мы выстраиваем каждый раз свой пальчик. И это только маленький пример. Уверен, вы можете найти теперь в своей жизни их намного больше. Так что подписывайтесь на канал. Обязательно оставляйте комментарии.